Таинственные и притягивающие бескрайние воды мирового океана. Сколько секретов хранят они в своей толще. Ведь там не только когда-то давно сродилась жизнь, но и по сей день обитает самое крупное животное, когда-либо существовавшее на планете. Вы на канале ЗнайТВ и сегодня мы посмотрим на этого упитанного морского обитателя. Синего кита. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. Вдыхайте воздуха поглубже. Мы погружаемся. Синий полосатик. Блювал. Или более привычный для нас синий кит. Самый настоящий дирижабль подводного мира животных, который на протяжении долгих лет оставался трудно изучаемым. Даже ученые, специализирующиеся на китах, плохо представляли его внешний вид. И в настоящее время многие особенности кита не до конца изучены и вызывают многочисленные вопросы. Однако сейчас нам известно, что это невероятное млекопитающее, признанное крупнейшим из ныне живущих на планете. И вполне вероятно тяжелейшим за всю историю. Ведь длина его тела может достигать 33 метров и сравнимо с крупным пассажирским самолетом. А масса способна уходить за пределы цифры в 150 тонн. Один лишь его язык сопоставим с весом африканского слона. А его кровеносная система вмещает около 8000 литров крови. Хотя информация о том, что сердце кита сравнимо размерами с автомобилем, а по его аорте может плавать ребенок на самом деле миф. Таких фотографий достаточно в интернете, но это всего лишь макет сердца кита. Причем сильно увеличенный. А вот как выглядит реальное сердце 22-метрового синего кита. Конечно, оно тоже огромное, но ни о каком сравнении с автомобилем речи быть не может. Гладкая кожа на сильно вытянутом и стройном теле наделяет подводного красавца отличной обтекаемостью. И даже наличие борозд на горле и брюхе нисколько не мешает этому. Напротив, такие складки кожи дополнительно улучшают гидродинамические свойства, а также позволяют сильнее растягивать глотку при заглатывании добычи. Ведь если удача преподносит пиршество в таком объеме, то здесь без раздумий только шире открывай рот. Такие скопления крошечных рачков именуются крилем. И для кита это основной рацион. Учитывая его габариты, нетрудно догадаться, что каждый день ему приходится изрядно потеть ради плотного обеда. Ведь его дневная норма составляет от 3,5 до 6-8 тонн криля в сутки. А это примерно 40 миллионов единиц отдельных рачков. И только на одного взрослого кита. А за раз он проглатывает свыше 60 килограммов еды. Как только криль оказывается в пасте, его эластичный язык растягивается по всей полости, буквально образуя мешок. И им же выталкивается вода. А благодаря китовому усу, выполняющему роль дуршлага, рачки остаются на месте. И теперь их можно проглотить. Китовый ус же представляет собой плотный ряд пластин по своему химическому составу, схожих с волосами. Растет он на протяжении всей жизни. И в итоге может достигать около метра. Оцените сами. Вот в длину, вот только он, где-то почти 2 метра. Вот такие вот. На ощупь вообще очень похоже на пластик. Теперь вот для масштаба. Я нашел еще один ус китовый, длиннее того, что я показывал до этого. Ну, смотрите, во мне роста 1,83 метра. Еще его нижняя челюсть настолько тяжелая, что иногда приходится переворачиваться во время трапезы, чтобы полностью закрыть пасть. Но в целом не все так плохо, и к голодным временам синие киты вполне неплохо приспособились. Ведь за счет накопленного жира при подобной диете им не страшны целые месяцы голодовок. Несмотря на свое широкое распространение, а это почти весь мировой океан, встретить их все же довольно трудно. Ведь синие киты предпочитают обитать на глубине до 200 метров. Но если повезет, он может не постесняться показать хвост. А это очень редкое зрелище. Ведь в силу своего веса он не способен выныривать из воды и делать подобные впечатляющие прыжки, как его собратья. Периодически эта подводная лодка поднимается на поверхность, чтобы немножко подышать. Выпуская из специального органа дыхало воздух, насыщенный водяным паром, образуя всеми известный фонтан. У каждого вида, кстати, строение органа отличается. Например, у зубатых китов оно образовано лишь одной ноздрёй. У усатых – двумя. А у кошелотов – двумя ноздрями, одна из которых вовсе заросла в ходе эволюции. В любом случае, наблюдая за китами, такой гейзер будет трудно не заметить. И уверяю, вы его точно не забудете. Но не только размером и весом может похвастаться этот обитатель океана. Его голосовые сигналы достигают 189 дБ с частотой 10-15 Гц, что делает его ещё и самым громким на планете. В этом и кроется ещё одна из его многочисленных загадок. Ведь в отличие от зубатых особей, синий кит лишён звуковых губ. Поэтому звуки воспроизводятся в глотке, но и в ней отсутствуют голосовые связки. Издаёт самый громкий звук в мире, но без наличия специальных для этого органов, это заводит нас в тупик. И пока ответа на вопрос нет. Но всё же, согласитесь, его пение звучит завораживающе. И даже слегка мрачновато. К неразгаданным тайнам китообразных относят ещё одну интересную, но совершенно неизведанную особь. Её прозвали 52-герцовый кит. Или же он известен как самый одинокий кит в мире. Вероятно, единственная в своём роде особь, поющая с частотой 52 Гц. Именно эта особенность и послужила почвой для мнения о том, что никто из других китов не способен услышать его голос и ответить на его зов. Никто эту особь никогда не видел. Даже не ясно, к какому роду он относится. Но время от времени учёные фиксируют его сигналы в самых разных точках океана. И по-прежнему возможностей изучить его крайне мало. Возможно, он гибрид. Или мутант. А возможно, нам никогда не получится это узнать. Океан скрывает слишком многое. И человечество к его покорению пока не готово. По своей натуре синие киты являются одиночками. А объединяются в небольшие кучки они разве что во время охоты, либо миграции. Но даже в таких случаях они предпочитают держать дистанцию. Ведь проблем с обменом информации у них также нет. Их встроенный радиоприёмник способен принимать сигналы от других особей на расстоянии аж 33 километров. Однако, если речь заходит о создании семьи, к этому киты относятся со всей серьёзностью. Это моногамные животные. Поэтому, образуя пару, друг друга они больше никогда не погибнут. А через 10-12 месяцев на свет появится очередной рекордсмен. Самый крупный детёныш на планете. Длиной в 9 метров и массой до 3 тонн. Кстати, кто не знал, детёныша кита называют телёнком. Ведь китов относят к китопарнокопытным. Как бы то ни было, размножение среди китов – сильно затянутый процесс. И в лучшем случае это происходит раз в два года. И на этом трудности не заканчиваются. Ведь телята, как самые беззащитные, всегда остаются для хищников целью номер один. Что касается врагов, то они практически отсутствуют. Выделить можно разве что подводную мафию – косаток, которые временами не прочь погонять китов или включить их в свой рацион. Причём охота идёт не столько на самих китов, сколько на их языки, губы и глотки. Излюбленные деликатесы чёрно-белых бандитов. Сами киты зачастую остаются недоедены. Но в большинстве своём такие случаи фиксируются редко. И косаткам вполне хватает других объектов для охоты. А вот человек в своё время успел оставить большой след на их популяции. Вид был практически недосягаем до второй половины XIX века. Но в XX веке на него пришёлся основной удар. Плавучие фабрики по разделке китовых туш нещадно истребляли гигантов. Что привело к значительному сокращению популяции. Например, только за 1931 год было поймано более 29 тысяч синих китов. Китовое мясо, воровань и китовый уз – это то, ради чего люди истребляли китов, и ко второй половине XX века вид стал практически уничтоженным. Именно тогда его промысел полностью запретили. Однако киты восстанавливаются крайне медленно, и сейчас их популяция насчитывает не более 10 тысяч особей. Остаётся только надеяться, что однажды океан вновь закипит от жизни этих прекрасных колоссов. И человечество больше не допустит повторения подобных трагедий. На этом всё. Я надеюсь, было интересно, и вы узнали об этих подводных гигантах что-то новое. Тогда не поленитесь оценить ролик. Пишите в комментариях, про кого рассказать в следующий раз. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok